добрый день добрый день мои хорошие зрители подписчики все кто случайно заглянул на мой канал мой канал жизнь и слезы и любовь беларусь гомель меня зовут светлана сегодня у нас 9 апреля идет дождь на улице сильный ветер вот как сегодня прошел мой день вчера я от матери ушла в 22 30 кстати при таком приступе она быстро от запеклона вырубилась вырубилась крепко я перевернула ее к столу к стене и она быстренько уснула моментом я еще минут десять около нее походила одеяло поправила она на каждый шорох реагируется если я и одеяло поправила она не шевельнулась она очень крепко спала я вчера спокойной душой ушла ушла домой пока покрасила голову дома вот легла спать где-то половина первого на 6 часов я завела будильник пока сестра к восьми приедет или там 7 30 когда она приезжает думаю я сбегаю домой туда к ней я завела будильник на 6 часов но я проснулась раньше и где-то уже в 6 я вышла из дому десять минут седьмого я была в нее захожу и она спит кто-то мне там писал разве можно мама вставлять одну на ночь ну можно она спит но спит раскрытая как будто кто взял из нее так вот одеяло снял и в стеночку положил я за ноги потрогала за голени за коленки теплые ноги значит раскрылась недавно ну тут я пришла на глаза открыла так закрыла и говорит это ты света я говорю я спросила это ты света я говорю я на вот тут мужики работали вот тут трубы ну ладно это все вы знаете я на нее смотрю и думаю так ну я там памперс посмотрела все и думаю надо ей дать попить чая потом дать респиридона хлор хлор этого хлор протоцин а еще у нас не было этого не поправляйте меня я знаю мы купили уже его вот еще и у его у нас не было я взяла подогрела чай наболтала ей такую высокую кружечку чая и она эту кружечку чая удула через соломочку с одной печенкой печенка была такая спартаковская листиком сделано елочкой но я и кусочек печенья в рот ложу ей надо сделать пять глотков чтобы это печенье во рту промокла она попила этот чай и я ей дала таблетку за этого респиридона так как нам так как она его много лет пила и нам его псих прописал и поэтому таблетку респиридона дала ну и все ее видать от респиридона разморила она заснула лена пришла я я говорю так не раздевайся иди в аптеку она пошла в аптеку пошла на ярмарку сходила для матери яблок купила и пришла я уже где-то в девять часов я ушла сюда домой к себе вот легла то я в час а проснулась я еще шести не было я утром позавтракала и хожу как пьяная думаю лягу я посплю я всю вот так вот вот в этой кофте в колготках опять легла у постель постель легла вроде сладко заснула я раздается звонок но вы знаете я давал объявление в газету здравствуйте здравствуйте познакомиться не желаете я говорю вы из гомеля нет я с баранович я крючок зачем вы тогда набираете номер сего из баранович ну вот вот понимаете вот сейчас транспорт хорошо ходит вот я говорю что вы приедете ко мне в однокомнатную квартиру будете сидеть на на этаже а почему к вам а может ко мне и начинает я говорю все до свидания трубку положила только уснула а между этим какой-то мне сон приснился девочки такой интересный сон приснился как будто я куда-то захожу но я этих людей знаю и я этого ребенка знаю и лежит в детской кровати ребенок именно девочка не то что там видно было что она девочка но я знаю что это девочка с пустышечкой и ее детская коляска кроватка отгорожена ширмой тряпочной и я так эту девочку взяла на руки она так ко мне прижалась а близенько близенько и я смотрю ходит взрослая женщина и я думаю почему она ребенка за ширму закрыла и такой сон приятный но во сне я этих людей знала во сне я знала этого ребенка кто она а вот проснулась не могу вспомнить кто и была эта женщина что у нее этот ребенок с пустышечкой был за ширмой и что этот ребеночек так меня обнимал я знала его кто это но я ну не могу сейчас вспомнить кто это а потом этот баранович позвонил мне потом только опять заснула опять этот же сон мне снится звонок опять по телефону я поднимаю трубку здравствуйте здравствуйте я по объявлению вы вы хотели познакомиться я я сразу вопрос первый вы из гомеля нет я буду чего вы набираете номер тогда ну я вот близко к гомеля живу я с речицы я говорю вы знаете что давайте я говорю все прекращаем разговора спать хочу вот он говорит да вот мне правильно сказали что по газете все это ерунда я говорю да мужчина это ерунда я говорю не первый раз уже подаю объявление это ерунда да вот мне тоже сказали не вздумай подавать здесь ничего серьезного я говорю все до свидания и положила трубку ну гляжу на час и уже полтора думаю господи надо позвонить сестре звание звоню сестре но она там отчиталась что с матерью все по прежнему она спит но спит она от этого от респиридона вот она говорит как мне сейчас ее борщом покормить я говорю покормишь ест она отлично да кстати вот я ее поила чаем она с закрытыми глазами пила чай мать вот попила целую чашку чая вот единственное капризничает когда ее переворачиваешь на бок ей чудится яма что она упадет когда до чая я чай стояла перед ней остуживала она говорит а на каком этаже мы находимся я говорю на первом она говорит а вот яма видно я говорю где же это видно яма ты видишь под окном груша крыша твоего сарая начала ей объяснять ей вот чудится яма у нее наверное девочки в голове вот так вот валяет все все наверно мозги там вот так вот слева направо что ей чудится везде ямы даже при скорой вчера лена пыталась перевернуться она кричит ой тут яма ну скорая видит что хотя ли она вчера в скорой спросила может быть она умирает он говорит нет это такой приступ ну ладно переговорила с леной а сейчас проснулась уже поднялась вот и думаю хватит мне валяться сейчас уже 15 минут третьего думаю надо вам показаться и надо что-то перекусить вчера суп творила и надо же идти туда к матери хочу рассказать про звонки еще вчера первый звонок был с гродно звонит мужчина с гродно ладно второй звонок был вчера с витебской области третий звонок был вчера с пинска мужчина говорит да пинск это очень далеко от кумель я говорю да четвертый звонок был с калинкович наша знаменитая калинковическая продукция что я вам показываю и колбаску и пельмени и молочная продукция ну с калинкович уже так он а чагу да почаму а вот а вот вы ко мне да хотя бы на лето ага на на лето к тебе грядки полоть потом еще был звоночек вчера с какого ж города ну это неважно чтобы время не тянуть вам вот все стараются семью иметь а вы пишете для встреч и общения глюда я пишу для дружбы и общения мне нужен мужчина с ним дружить и общаться вот все стараются найти себе для жизни а вы вот для общения я говорю кому что мне достаточно общения и встреч это не помню а откуда потом позвонил один мужчина у нас гумели с нефтебазы я его знаю с первых ну с первых тех как я подавала объявления самый первый раз мы с ним познакомились по телефону он позвонил мне и он сразу рассказал что он ходит парк на танцы он рассказал что он станцев себе женщину снял и перевез ее к себе жить что у него семнадцать рядов малины по семь метров каждый ряд это ему надо баба для обработки малины и вот каждый раз я подаю объявление но он же не знает что это я что мы с ним уже переговорили а он вчера звонит и я говорю вы гумельский он говорит да я говорю а где вы в гумеле живете он говорит нефтебаза о нефтебаза я говорю извините мы с вами знакомы он все понял до свидания то есть он не дрожит женским звонком ему надо чтоб семнадцать рядов малины по семь метров обработали и девочки самый хороший вчера был звоночек мужчина из гумеля шестьдесят четыре года вдовец жена умерла четыре года назад а он работал у нас есть район ветка он там работал в больнице завхозом он говорит я был вторым второй рукой вот кто-то звонит я вам снимаю кто-то звонит надо будет перезвонить я говорит был второй рукой главврача я говорю тумбочки списывали он говорит и не только тумбочки так мне зовут его пётр иванович как он представился живет он в семнадцатом микрорайоне где моя подписчица валентина коршун там он живет на макайонка улице макайонка есть такая по моему остановка макайонка есть начал мне расписывать у нас такой красивый район у нас два озера я говорю я все знаю вот с вами разговариваю кто-то звонит висит таблица мне сейчас надо ответить на звонок будет вот и он он говорит я вот один мне скучно я говорю котика собачку он говорит не хочу ни котика не собачку каждую субботу воскресенье хожу в парк на танцы игры вы танцуете он говорит нет посижу похожу потом опять видите девочки вырубился телефон потому что так срабатывает вот он говорит посижу похожу потом опять подойду к танцам и так говорит я провожу дни четыре года один мужик вдовец живет в квартире один рядом 17 микрорайон садись вот на противостановка на 17 18 я сказала ему перезвоню но я ему не звоню девочки не знаю во-первых мне некогда ему звонить некогда это надо иметь охоту с ним разговаривать а я ну как то вот как то вот 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 не звоню у меня он там горе через дорогу я буду ему назвать может быть позвоню сегодня вечером от скуки когда буду у мамы поговорю с ним вот а он еще говорит завхоз этот петр иванович он говорит вот вы хотите вы выпишите в объявлении для дружбы и общения а говорит ну ладно мы с вами подружим кофе попьем говорит сходим погуляем ну говорит а что если остаться у меня или у вас на ночь я говорю нет проблемы останемся и у вас и у меня я говорю на ночь он о это другое дело он сразу так мне о это другое дело вот такие девочки у меня были знакомства хотите меня осуждаете хотите нет я вам рассказываю все как на духу аж пролив пришел ко мне вот рассказываю вам все как на духу звонить мне этому пётру ивановичу завхозу некогда и сейчас пока нет желания вот сейчас пока постараюсь загрузить это видео если много не наболтала вам вот так вам отчет сделала очень коротенький показывать нечего все это одно и то же хотела включиться утром утром пекла оладьи и варила гречку девочки но это все однообразно все это вам противно лучше я вот с вами поболтала вам рассказала и все все мои хорошие жму сейчас на кнопочку здоровья вам счастья мира добра удачи и хорошей погоды а сейчас посмотрю кто мне вот это вот звонил и этот звоночек возьму под карандашик и вам про этот звоночек расскажу все мои хорошие всех люблю всех всеми дорожу вообще я довольна всеми ну там некоторые начали говорить что вы маму больную показываете но я же не показываю как она истекает кровью я же не показываю ее как она там рвет или там по носу у нее я показываю что она лежит и бредит девочки кому не нравится отписывайтесь я просто говорю кому не нравится отписывайтесь но я показывала и буду показывать это мне для истории тоже надо уйдет моя мама и мне надо будет что-то просматривать все мои хорошие все пока пока то не успею до 4 часов загрузить видео